привет друзья у нас сегодня 30 декабря и скоро новый год а мы все равно пишем видео пишем видео не потому что я такой трудоголик а потому что приехали крепления которые мне показались очень приятными и которые прям ну очень хочется про них рассказать это крепление компании ром первое чего мы начнем с креплений бюджетных сразу скажу что крепление ром делаются на двух заводах первые из них так себе а вторые достойное уважение первая новость крепления начального класса меня несколько разочаровали у них не будет никакой разницы между ними допустим и между креплениями sapient santa cruz m3 они все делаются на одном заводе позиционируются эти эти крепления как женские моделька shift и как мужские моделька united собственно есть в двух цветах никакой разницы между ними не будет платформы все абсолютно одинаковые с одинаковыми газ педалями с одинаковой шириной и размер у них будут тоже одинаковыми поэтому не парьтесь тут нет какое различие не женские не мужские просто подбирайте под размер ботинка в чем минусы они сделаны без регулировки пяточной дуги но у них есть вариант ротации если их сравнивать с теми же sapient которую допустим у нас в магазине стоит 6300 рублей то у ром будет прорезиненная платформа у этих не будет уром гораздо более приятный передний стреп вот такой жирненький и в общем то повторяет все то что есть на более высоких моделях уром гораздо более приятные бакли они очень легко снимаются опускаются в отличие от их она аналога от компании sapient ребеночки все супер мягкие хотя и там и там они одинаково мягкие это приятно верхний стреп сделан из более дорогих материалов хайбеки по своей жесткости не отличаются никак что это что другой будут иметь абсолютно одинаковые характеристики регулировка стрепов что здесь что здесь абсолютно идентичные зажимом ничего специфического ничего сверх ординарного просто крепления которые будут стоить несколько дороже чем их аналоги более бюджетные сразу оговорюсь что так как я в них немного разочарован мы будем сразу давать на них приличную скидку любым покупателям с карты без карты без разницы чтобы они были ближе к реальной рыночной цене потому что если сравнивать самое бюджетное крепление у компаний burton union то безусловно крепление за 10 450 с резком провалится как бюджетом фристайл так и креплением union flight про это простейшие крепление компании union и по весу и по характеристикам по прочности по всем по всем по всем данным если сравнивать крепление ром юнайтед и крепление union flight про эти будут тяжелее flight и легче на flight их будет регулировка пяточной дуги здесь стоит шайба от раскручивания бакли я считаю что все-таки гораздо более удачно сделано здесь стоит тоже неплохой не буду говорить что он лучше мне кажется что даже у ром будет несколько прикольный передний стреп регулировка переднего стрепа присутствует как там так и здесь демпфирующая вставка под пяткой гораздо более жирная чем у ром хайбэк немного более жесткий эти крепления стоят 10 950 эти 10 450 если сравнивать бертон фристайл и ром шифте у бертона гораздо более приятный пластик он выглядит и на ощупь лучше конечно на характеристиках это никак не влияет но тем не менее они выглядят приятнее у бертона однозначно гораздо более приятный бар качество стрепов на порядок выше передний регулируется также как и у ром пяточная дуга не регулируется так же как у рома но уберта на есть регулировка переднего стреп вы можете опустить его чуть пониже или поставить чуть повыше у рома такая регулировка тоже имеется но на более близком расстоянии у бертона есть ротация хайбэка у рома такая регулировка тоже имеется демпфирующая вставка уберта на очень мощная в пятки то есть сгоршение вибрации здесь будет на порядок выше что касается веса крепление ром юнайтед в размере м ровно 800 грамм крепление бертон фристайл в размере м 869 грамм крепление union flight pro 725 грамм крепление sapient они правда у меня в размере l остались но я их тоже взвешу 805 грамм поэтому ценник на ней будем снижать плюсом в отношении рома можно сказать что опять же у них будут более приятные на ощупь стрепы скорее всего не дольше чем их аналоги от sapient и других более бюджетных брендов это тоже нужно понимать ну и конечно гарантия компания ром дает по жизненную гарантию на все свои крепления я облазил все источники официальный сайт и все остальное мне никто не сказал что там у них на базу или на что-то другое отдельная будет гарантия они дают гарантию целиком мы работаем с ними первый год я пока клясться не буду что все работает идеально да и там не просто база или хайбеки гарантию имеет а целиком крепление в этом году мы узнаем кто-нибудь что-нибудь наверняка сломает мы попробуем по гарантии это все пропустите я вам буду говорить точно что да все работает пока что не клянусь но ром пишет что у них гарантия по жизненное крепление на крепление такого класса гарантия будет 6 месяцев следующее крепление в линейке ром эта моделька strata strata сделан уже на солидном заводе и мы сразу же видим металлическую базу металлическая база всегда внушает доверие хотя металлическая база передает несколько больше вибрации чем пластиковая естественно здесь будет присутствовать демпфер который будет с несколько снижать ударную нагрузку здесь стоят очень хорошие алюминиевые бакли здесь стоит не менее хороших чем на прошлых креплениях стреп собственно будет повторяться у нас на всех креплениях база может раздвигаться не пяточная дуга как у юниона а целиком вся база для того чтобы раздвинуть мы откручиваем два вот этих винта и два вот этих винта и пяточная дуга вместе с базой будет двигаться туда-сюда на два сантиметра это большущий большущий плюс этих креплений далее жесткость до этого хайбека в отличие от предыдущего позиционируется как 7 предыдущих креплениях была пятерка чтобы чувствовали разницу на этих креплениях появляется неведомая мне ранняя технология quick adjust автостреп по-русски это резинка от трусов которая примотана вот к этому болту а потом одевается на место фиксирования в подводке если я не задействовать крепление открывается вот так как и все крепления придуманные человечество но если сделать вот такую вот несложную махинацию и резинку от трусов натянуть на вот этот шпиндель мы видим вот такую как я был потрясен реально это прорыв человечество пиум все пожалуйста суй сюда свой ботинок он уже открыт это никак не мешает застегиваться рукой вы спокойно его притягивайте но как он открывается это божественная технология просто готов назвать ее лучше в этом году сам стреп имеет более качественную более качественный материал в отличие от предыдущего крепления на всех креплениях ром будет иметься регулировка хайбека гладок хайбека все их можно регулировать ничего нового просто спандартная регулировочка ценник таких креплений 13 тысяч четыреста пятьдесят рублей эти крепления подходят как для начинающих так и для продолжающих на них можно прыгать джибить и даже катать легкий фрирайд коэффициент жесткости этих креплений 7 если мы будем сравнивать их с юнионом стр можно обратить внимание на то что у крепления страта будет регулировка хайбека ротационная то есть хайбек можно двигать влево вправо относительно вертикальной оси стопы по истеров этого не будет что касается стрепов они весьма схожи разве что верхний страйп у юниона будет чисто тактильно несколько более высокотехнологичным бакли нисколько не хуже чем на юнионе все остальные регулировки будут идентичны демпфирующая вставка здесь будет на всю платформу но учитывая что база не сделана из металла у этих все-таки из нейлона скорее всего колени будут хуже воспринимать вибрацию на этих креплениях чем на юнионе если посмотреть в сторону креплений арбор скорее всего это будет хэмлок 2017 года 2016 году хайбек у хэмлока был гораздо мягче поэтому я не беру его в сравнении у семнадцатого года хайбек вполне солидный в данном случае крепления хэмлок будут дороже чем 2 аналог но здесь мы видим реально мощную демпфирующую вставку здесь уже будет мини диск здесь тоже есть ротация гребенка арборов будет супер мягкой и внутри у него стоит стальной корт что касается веса этих креплений давайте проведем следующий эксперимент крепление union стр размер мл вес сейчас сейчас устаканится 840 грамм крепление ром страт размер мл 920 грамм ну и сравним с арбором арбор хэмлок 940 грамм следующее крепление которое мы упомянем в нашем обзоре это ром арсенал а здесь есть некоторая загвоздка если мы будем смотреть на коробки компании ром на них будет написано что страта это мужской крепеж а на сайте ром они позиционируются как женские я полагаю что все таких можно рассматривать как крепление для девушек во первых там цвета похожи во вторых у них сзади нарисован цветочек у крепление для якобы мужчин арсенала будет абсолютно все то же самое по характеристикам по внешнему виду по материалам кроме бакли но я не знаю насколько можно говорить что это отличие по сути идентичны и что-то особенно про эти крепления мне сказать больше нечего так что мы идем дальше следующее крепление в нашем обзоре это 390 босс рекам нет найти босс и медисон босс это сразу говорю что это женская вариация того же самого крепления никаких отличий кроме в цвете и немного измененном хайбеке вы не найдете вот эти замечательные женские крепления прекрасно будет сочетаться вот с таким шлемом чем они отличаются от предыдущего крепления страт либо арсенал почти ничем сразу же обращу внимание что здесь будет немного измененная база она идет не с пустым диском а с полностью закрытым с полностью закрытой базой грубо говоря меньше снега будет забиваться в щели проще с него скидывать и у него немного ниже вес буквально на 40 грамм данное положение платформа будет плюсом при приездах здесь у вас больше сам шансов здесь у вас больше шансов потерять диск и болты пока вы переезжаете здесь оставив диск под платформой вы никогда никуда не потеряете эти болты поэтому возможно это в будущем сэкономит вам некоторое количество денег открывать платформа вот таким образом что касается жесткости хайбеков то у 390 босс хайбек становится жесткостью 6 а у предыдущего напомню был 7 это почти не чувствуется поэтому можно эту разницу снивелировать универсальное крепление они точно также подходят практически всем пользователям от начинающих до начального уровня фрирайда эти крепления будут подходить замечательно если вы не определились с этим пожалуйста берите и не будете обламываться ни в чем здесь поменялись платформы и появилось такое незначительное отличие которое не вооруженным глазом то практически не увидишь если вы возьмете страту или арсенал и посмотрите на газ педаль на будет полностью плоской а если глянуть на крепление 390 вы увидите небольшой подъем такой бугорок в области большого пальца ноги или тут косточки на которой вы опираетесь грубо говоря она асимметричная и давление на эту педаль будет несколько приятнее и более чутко воспринимается сноубордом в отличие от предыдущей более бюджетной модели вес крепления 390 босс в размере мл 800 75 грамм следующее крепление называется вайс и они будут реально отличаться от своих предыдущих коллег дело в том что они базируются уже на совершенно другой базе которые называются по-русски в роду ультралайт не будем уточнять что в роды тем не менее она уже стоит на мини диске и это копия топового крепления в линейке который будет называться катана который мы посмотрим в самом конце здесь добавляется сумасшедшая регулировка которая мне прям очень нравится как выполнена это регулировка положения стрепа в отличие от бёртона где у него есть просто три дырки и вы переставляете этот болт здесь имеется вот такая вставочка похоже на куда матрешку гребенка крепится не к базе а вот на такой что-то вроде переходника если выкрутить этот болт и высунуть этот переходничок вы сможете менять положение этого переходника и в зависимости от того как вы его поставите у вас будет меняться жесткость крепления именно поэтому это крепеж позиционируется как с жесткостью от 6 до 9 дело в том что вы можете опустив стреп пережимать ботинок либо в нижней его части либо верхней и здесь в отличие от бертонца будет ну реально большой шаг вы сможете либо нижнюю часть зафиксировать либо верхнюю то есть либо голень либо просто основание стопы таким образом вы круто поменяете жесткость если вы заметили в этой базе рычаг будет стоять только с внешней стороны компания ром утверждает что этой жесткости будет полностью хватать чтобы передать энергию на передний камп здесь они облегчили стреп остается такой каучуковый как и на остальных креплениях в общем это прекрасное крепление для того чтобы заниматься высоким уровнем фристайла и начально продолжающим уровнем фрирайда я даже не знаю с чем можно сравнить это крепление потому что подобных регулировок есть но немного либо с маловитой которая собственно тоже имеется такая регулировка но только в два положения по коэффициенту жесткости хайбеки у них будут весьма близки но у ром будет возможность двигать всю платформу вперед и назад а у маловиты не будет у маловиты более прогрессивные гребенки и бакли но с которым можно хлебнуть проблем где-то поломаете в горах ее будет найти крайне по весу если их сравнивать маловиты у нас показывает 845 грамм вайсы будут весить 935 грамм на 100 грамм это крепление будет весить больше гарантия идет на все вот этот замечательный стреп также здесь стоит мне он очень нравится да забыл сказать что пяточка этих креплений будет асимметрично и будет иметь некоторый наклон в сторону задница мы добрались до креплений которые имеют громкое название дот они существуют в четырех цветах у компании ром из себя представляет очень интересный компаунд очень мощной базы здесь будет очень интересный хайбек здесь они ставят совершенно новый стреп который сделан из материала его и вот такой вот сотовой накладки который добавил в чем его преимущество эти крепления можно позиционировать как крепление для начинающих но тяжелых райдеров для того чтобы гасить вибрацию здесь ребята придумали новую систему хайбек у него есть такая прорезь и когда вы катаетесь на малых ходах вы жмете просто на верхушку а если вам нужно резко увеличить жесткость вы давите сильнее вот эта часть упирается в нижнюю они становятся на порядок жестче то есть более чувствительные более чутки на скорости прекрасная вещица их можно сравнить с такими креплениями как union force характеристики жесткости хайбек вполне идентичные то есть гнутся они примерно одинаково если рассматривать верхний стреп то пожалуй я скажу что у ром в данном случае стрель будет более технологичных он не шит он вылет в единую массу соответственно вероятность того что от него что-то будет отлетать протираться ниточки будет меньше но эти крепления будут стоить на 2000 дороже возможно это вполне обоснованно потому что на ром будет гарантия по жизни на все крепления она union только на базу и на пяточную дугу во всех остальных смыслах они очень похожи у них точно такая же регулировка ротации хайбека у них есть регулировка вперед-назад может быть ром будет несколько проигрывать по весу давайте сравним 940 грамм размер lxl 965 грамм ребята я взвешу еще раз я не верю своим глазам 965 грамм ребята это первое крепление в которых ром уделывает юнион это действительно круто это прям супер круто очень рекомендую крепления ром ребят это пред самые крутые крепления которые есть у ром для всех жителей земли я сейчас говорю о деньгах что касается жесткости это самые жесткие крепления коэффициент жесткости у них 8-10 связан коэффициент жесткости с двумя факторами о которых скажу чуть-чуть попозже один уже видели второе вы еще не видали скорее всего ни у кого эти крепления предназначены для высокого уровня карвинга для топовых фрирайдеров для всех кто гоняет на высоких скоростях для тех кто весит 500 килограмм это очень приличное даже неправильно это охеренное крепление о насыщенности технологий первое что в них будет чего не было у других этот стрэп будет обладать регулировкой жесткости сам стрэп может быть кто-то видел я еще таких не видал ну или бы не обращал внимание смысл этой технологии в том что он состоит из двух частей первое как бы является просто накладкой на ваш ботинок чтобы она ровненько садилась а вторая часть вот это внешне она собственно играет основную жесткостную характеристику если отцепить его вы увидите здесь такой накладку и здесь будет 3 3 положения медиум минимум и максимум и вы можете передвигать вот эту вставку по стрэпу тем самым вы либо приближаете нижнюю подкладку к верхней либо удаляете ее собственно в связи с этим у вас будет меняться жесткость самого стрэпа либо максимально жестко либо минимально и есть еще среднее положение вторая технология которая позволяет менять жесткость это как и в креплениях вайс такой переходник который тоже можно регулировать в отличие от вайса он будет иметь больше регулировок то есть там был у нас квадрат а здесь как бы звездочка или такой не знаю сколько здесь раз два три 4 5 6 7 8 а здесь у вас будет 10 положений то есть вы будете гораздо более четко поставить эту вставку на то положение которое вам требуется я считаю что принципе перебор и квадратов вполне хватает но здесь ром решили немножко перещеголять предыдущее крепление и опробовать его на людях жесткость хайбека ну на порядок выше чем у предыдущих креплений это прям видно невооруженным глазом здесь добавляется еще до технологий которых не было на предыдущих моделях и которых в принципе очень мало на каких-то других креплениях я тоже не помню у кого бы это еще было это регулировка хайбека относительно горизонтали то есть если вы катаетесь на широких углах вы можете завалить хайбек в ту сторону в которой вам нужно либо сюда либо сюда делается это посредством вот этой шайбы здесь прям есть указание 0 3 и 6 градусов относительно горизонтали пяточной дуги если поставить ее другой стороной вы можете наклонять его туда или сюда для того чтобы изменить градус вам нужно открутить вот этот болтик полностью высунуть его и достать вот эту шайбу мы берем и переворачиваем ее в другую сторону ставим обратно на место не потеряйте эту шайбу без нее держаться не будет и прикручиваем тот болтик который у нас отвечает за ротацию хайбека здесь можно увидеть что у нас появился небольшой наклон вот в эту сторону все остальные характеристики креплений то есть раздвижение ротации все 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 остальное будет точно такой же как и у других креплений бакли абсолютно идентичны особнячком стоит крепление к расцветке кодовое название rk будет отличаться и ценой вот эти модельки будут стоить 22 950 это будет стоить на 500 дороже здесь будет отличаться тем что на демпфирующей вставке она будет сделана не из просто этил винила цитата а из d3 о материал из которого обычно делают защиту для спортсменов охерительное крепление больше нечего сказать сравнить его можно с такими эталонами рынка как трэвис райс про по жесткости хайбека по крайней мере они точно очень близки друг другу с такими креплениями как атлас у атласа жесткость будет чуть чуть меньше чем у тарги но в принципе они будут похожи конструкция верхнего стрепа ром очень похожа на конструкцию верхнего стрепа юнион топовых креплений как трэвис райс и атлас но в отличие от них здесь имеется эта регулировка здесь у атласа будет возможность ротации хайбека у трэвис райсов так как здесь используется карбон этой возможности не будет здесь будет всего одна дырочка а у рома эта ротация очень большая то есть можно градус задавать любой и для человека катающегося в сильно направленной стойке когда у него передняя нога там на большой градус распределена это очень важно потому что вот этот хайбек мы можем сдвинуть сюда и у него давление на задний канк будет идти не на краешек крепления а на всю плоскость у бертон картель жесткость будет ближе наверно к классу но в принципе они тоже будут где-то близки и возможно возможно с генезисами нет вы знаете генезис все-таки будет жестче чем унтарга арбор сайпрос идентичные жесткость примерно одна и та же по ценнику они будут немножко меньше стоить но у них нет таких наворотов по переднему стрепу у них нет возможности менять угол относительно плоскости пяточной дуги но у них очень крутая база которая сделана из нейлона на каркасе и весить они будут немножко меньше чем дарга кстати о весе давайте попробуем взвесить каждый из них первый собственно претендент ром тарга размер lxl вес 1 килограмм 35 грамм трэвис райс 955 грамм крепление атлас 955 грамм бертон картель у меня только в м размере поэтому сделайте небольшую коррекцию 835 грамм пока что это самый легкий вариант арбор сайпрос 985 грамм это учитывая то что у него есть каркас гребенки металлический и нейлоновый каркас всей базы вот такие пироги делайте для себя вывода что для вас интереснее красивее и выгоднее по цене итак друзья мы добрались до самой верхушки крепление ром эта модель как катана и и выбирают абсолютно все прорайдеры этой компании их немало что в ней хорошего по сути все что я описал объединен в одних креплениях все самое лучшее кроме одной настройки жесткости стрепа здесь есть здесь полностью до 3 ошная платформа здесь облегченная база здесь резинка трусов здесь есть цулировка стрепа выше ниже вы можете отрегулировать жесткость от 6 до 9 с помощью вот этой технологии здесь самый новый сотовый стреп здесь облегченные бакли далее в этих креплений завалена база так чтобы ноги росли в попу и даже 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 у них есть вторая платформа она поставляется вместе с креплением вы можете заменить то есть грубо говоря вот на этой базе есть технология айкант закантовались немножко она это нету я подумал зачем это вообще было сделано у меня есть два варианта первое если вы старовер и не привыкли к хорошему ставьте вторые платформы и второй вариант если ваши ноги уже имеют вот такое вот колесо то вам тоже не нужна эта технология вы ставите старую платформу без всяких наклонов если ваши ноги относительно ровные то конечно же эта платформа понравится вам гораздо больше хайбэк как и на предыдущей модели можно заваливать в две стороны тем самым делая катание максимально утонченно подогнанным под ваши углы постановки под вашу ногу что касается хайбэка это не характерная черта если вы решили что вы хотите топовые крепления компании цена их 23 950 имейте ввиду что они не самые жесткие коэффициент жесткости этих креплений на мой взгляд несколько завышен то есть я бы назвал коэффициент не 69 а наверно в районе там даже 4 и 7 по жесткости то есть если вы жесткий фрирайдер возьмите лучше торгу но если вы любите прыгать кататься в бэк-кантри вот эти крепления для массы пользователей до 90 килограмм будут просто подарком здесь есть все они мне безумно нравится если мы их сравним а с креплениями 18 года фалькор а на них катается не кто-нибудь от рэвис райс то они будут очень близки к нему единственное что у фалькоров будет более жесткий хайбэк обеспеченные вот этой вставкой из прессованного карбона fordjit carbon называется здесь будут магниевые бакли они алюминиевые здесь будет точно такой же мини диск но здесь не будет ротации которые здесь просто дофигище вы под себя сможете их настроить если сравнить их с бёртоном то конечно эти крепления будут гораздо жестче на в разы у них тоже будет возможность изменить жесткость крепления перемещая гребенку выше ниже и ротацию хайбэка но у них нету допустим регулировки угла атаки так как в карбон они это вставлять не хотят это действительно очень жесткие очень легкие охренительные крепления правда поставить их можно только на бёртону другие доски они не встают но и традиционно давайте узнаем сколько весят эти голубчики первые трэвис райс фолькор вес крепления 735 грамм размер м.л. вторыми идут катана 915 безусловно эти крепления на порядок тяжелее чем предыдущие но и бёртон я думаю что в данном случае поставит рекорд веса 620 грамм просто превосходно к сожалению у меня нет в этом году топового крепления юниона было бы интересно сравнить и с ними не знаю кто из них меньше весит но вот это действительно выдающийся результат за который бёртону можно поставить твердую пятерочку это крутяк компания ром также не обходит и малышей у них есть вот такое крепление без пяточной дуги которая собственно ребеночку но не особо сильно и нужно на двух болтах крепится на любую систему крепежей кроме и ст легкий неприхотливый бюджетный про коэффициент жесткости я думаю тут говорить бессмысленно хотя они жесткие ценник таких креплений 6950 рублей гарантия по жизненной как и на все крепления привет мы проговорили практически все характеристики но не затронули с одной из самых важных опций допустим компания юнион наверное сейчас является лидером по количеству запчастей поставляемых своим креплениям на них можно купить любой винтик баклю стрэп гребенку хайбек все что хотите кроме базы и пяточной дуги у компания ром я думаю что будет пытаться составить конкуренцию на данный момент мы имеем верхние стрепы диски и родные бакли к этим креплениям и что касается цены в отличие от юниона прайс на эти запчасти будет очень низкий по крайней мере в этом году верхний стреп от топовых креплений катана будет стоить 700 рублей 700 рублей диски не 900 а 450 рублей за диск кстати подходит на тесто бакли не 800 и 1300 от 300 рублей да не проще чем на юнион но 300 рублей итак друзья мы рассмотрели очень интересный бренд мы первый год встречаемся с ромом в заключение хочу сделать небольшой анализ для тех кто невнимательно смотрел все предыдущие моменты компания ром проиграет юниону по весу и по угошению вибрации но однозначно выигрывает по количеству регулировок восхитительные технологии куча регулировок абсолютная надежность стопроцентная гарантия на все элементы крепления это то что отличает ром от других брендов пожалуй это тот бренд который очень серьезно может подвинуть компанию юнион что касается бертона пожалуй по весу ром тоже сильно проиграет но бертон будет на порядок дороже всех аналогов от компании ром если смотреть арбор с молодой компанией они будут очень похожи по весу но арбор с треском провалится когда мы будем смотреть на все регулировки настройки по креплению ставлю жирную пятерку этому бренду заезжайте к нам шоу-рум а кто не может пишите в личку что вы думаете об этих креплениях будем обсуждать и вычленять лучшую компанию в мире пока заходите к нам гость друзья если вы давно пользуетесь креплениями ром все-таки это не новички на рынке напишите свои впечатления чем нравится чем не нравится давайте обсуждать эту тему и попробуем найти лучшие крепления в мире сноубордом брэдран брэдран брэдран